День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим о опции записи. Вот это опция в консоли блога WordPress. Мы с вами говорили, что эта опция будет отличаться вот по этому рисуночку, который здесь у нас показан. То есть видите рисуночек в виде кнопочки. То есть эти записи у нас будут постоянно меняться. У странички страницы, у записи кнопочка. Итак, в отличие от опции страницы, хотя они очень похожи, но все-таки отличаются. Поэтому в отличие от опции страницы у нас с вами здесь 4 под опции. Под опции все записи, под опции добавить новую, рубрики и метки. Давайте зайдем сначала во все записи. Первое, как обычно мы начинаем делать, это настраиваем экран. Настройки экрана обычно очень просты, если у вас не стоят какие-либо дополнительные плагины. Вот здесь у меня такой базовая настройка, поэтому здесь у нас есть автор, рубрики, метки, комментарии и дата. То есть все практически очень важные моменты, которые должны быть отображены, кроме автора. Почему? Потому что если вы владелец, один владелец своего блога, то вы знаете, кто сделал записи на этом блоге. Если же вас несколько авторов, то значит здесь в данном случае вот эта опция нам будет нужна. Я эту опцию убираю. Вот у меня отсюда ушла колоночка с автором. Последняя информация здесь дается нам по количеству записей. Мы выбираем то количество записей, которые бы мы хотели видеть на этой странице и пишем применить. Все настройки экрана мы с вами сделали. Рассматриваем, что же мы здесь видим. Ну, первое. Сразу же рядом с записями, со словом запись, у нас есть выход на вторую под опцию добавить новую. Теперь смотрим. Вот тут вот есть несколько ссылочек. Сейчас у меня отображено, а на этом блоге здесь всего 6 статей. Вот они все 6 статей здесь у нас с вами отображены. Если я захочу посмотреть опубликованные 4 статьи, то вот этот фильтр покажет мне опубликованные 4 статьи. Если я захочу посмотреть запланированную запись, то есть это запись, которая должна, например, быть опубликована 26 сентября 2014 года, а сейчас у нас май, то она будет висеть здесь на этой странице до тех пор статусе запланированное, пока не будет опубликованно. То есть до сентября месяца. И последний – это черновик. Тот черновик, который здесь показан в этих 6 записях. Итак, заходим в опубликованные и смотрим, что мы здесь с вами можем видеть. Из опубликованных статей я, собственно говоря, как из всех статей, могу применить к этим статьям фильтр. Ну, например, если я поставлю здесь какие-либо галочки, например, в двух статьях, и выберу определенное действие, например, удалить, то я, нажав кнопку «Применить», удалю эти статьи. Или, если я захочу, у меня, например, очень много статей опубликовано на блоге, я захочу выяснить, какие статьи я опубликовала в мае месяце. Я выбираю «Май», и у меня появляются все майские статьи. Здесь я могу выбрать рубрики определенные. Например, я выбираю рубрику «Бренд-система». И вижу, что у меня в этой рубрике только одна статья в данном случае. Итак, публикую опять все рубрики. И все опубликованные 6, извините, 4 статьи, они здесь сейчас вот появятся. Вот они, все 4 появились. Ссылки под статьей очень похожи на страницы. То есть, если я захочу изменить, я выхожу в редактор. Если я хочу узнать свойства, то я нажимаю сюда и вижу «Свойства». Вот они здесь все свойства, они немножко не такие, как у страницы. Появляются еще дополнительные опции «Рубрики» и «Метки». Дальше давайте мы отменим. Здесь я могу удалить, но удалив, я перемещаю эту статью в корзину. Здесь я могу выйти на эту статью в том виде, в котором она опубликована на блоге. Итак, значит, вот этот интерфейс очень нам с вами понятен. Мы хорошо знаем и понимаем, о чем здесь идет речь, потому что мы смотрели с вами страницы. Итак, переходим к следующей опции «Добавить новую». Если мы посмотрим с вами на вот эту часть нашей страницы, то она практически абсолютно одинакова с возможностями работы, которые мы рассматривали с вами в странице. Поэтому я не буду здесь ничего повторять. Я просто пройдусь еще по настройке экрана. И здесь в настройках экрана у вас появятся те опции, которые у вас с установленными плагинами. Посмотрите, вот у меня стоит, например, платином SEO Pack. Я могу его сейчас убрать. И вот это вот настройки моего шаблона, вивера. И сейчас мы с вами оставляем самые главные опции, которые нам нужны. Это формат, рубрики, метки, миниатюра, записи. То есть это то, что нам с вами в первую очередь необходимо. Оставляю. Отличается вот этот интерфейс от страницы своей правой колонкой. Вот эта часть абсолютно одинаково со страницами. То есть мы можем с вами выйти, сделать черновик, можем поставить на утверждение, можем сразу опубликовать. Здесь мы с вами можем закрыть нашу запись, то есть защитить ее паролем, сделать ее личной. Но здесь у нас появляется еще одна очень интересная функция, которая называется прилепить на главную страницу. Что значит прилепить на главную страницу? Если вы здесь поставите галочку, то ваша запись будет всегда находиться в начале главной страницы. То есть вот, например, если мы сюда зашли, вот эти записи у нас с вами постоянно уходят назад. Но та запись, которая у вас будет прилеплена, она будет находиться вот на этом первом месте. Это интересно для тех, кто делает, например, объявления какие-то на своем блоге. Кроме этого, вы можете помимо этого объявления, например, вывесить здесь какой-то вместо баннера, повесить какую-то информацию, очень тщательно ее здесь распределив и подобрал. И она у вас будет здесь постоянно висеть, например, какое-либо приглашение на какой-то вебинар. Как только вебинар закончился, вы отлепляете эту запись от главной страницы, и она уходит на то место в порядке страниц, на ту дату, которую вы ее опубликовали. Итак, рассмотрели эту часть. Теперь давайте посмотрим здесь вот публикацию. То есть вот то, что мы с вами смотрели сейчас во всех страницах, там была запланированная запись. То есть я могу эту запись запланировать в определенное время, тогда, когда я хочу ее опубликовать. Но я еще раз повторяю, что вот такая публикация, она очень замедляет, особенно блог большой у вас, она как бы замедляет вот эти настройки вашего блога, и лучше этого не делать. То есть замедляет загрузку вашего блога. Итак, рассмотрели первое окно. Здесь вы можете нажать на клавишу «Опубликовать», здесь вы можете нажать на клавишу «Просмотреть свою страничку», запись, извините. Здесь вы можете сохранить ее в виде черновика, просто нажав вот на эту клавишу, и можете удалить. Но удалив, опять же, вот по этой ссылке, вы удалите, переместите ее в корзину. Окончательно вы ее не уберете. Следующее окно, так называемый формат. Могу сказать следующее, что не все шаблоны поддерживают вот в данном случае формат. То есть вы можете, мы с вами обычно публикуем наши записи в виде стандартных записей. То есть вот она, запись стандартная, та, к которой мы привыкли. Но здесь нам предлагают сделать, например, замет в виде заметки, в виде аудиофайла, в виде чата, в виде галереи, в виде изображения, ссылки, цитаты, статус, видео. Вот некоторые, например, как цитаты и статус, очень похожи на записи в Твиттере. И даже определенное количество знаков должно быть. Но это я надеюсь, что вы посмотрите в своем шаблоне, что из этих форматов ваш шаблон поддерживает. Поэкспериментируйте и возьмете себе на заметку. Дальше. Очень важные две функции. Это первое – это рубрики. Что такое рубрики? Более подробно, более тщательно, потому что очень часто слушатели путаются между рубриками, метками. Мы с вами... Я дам вам ссылку внутри статьи. И вы посмотрите, что такое рубрики «Видеозапись». Значит, рубрики у нас здесь... Мы выбираем рубрику из тех, которые у нас созданы. Мы здесь можем сразу определить рубрику, в которой у нас будет статья, поставив просто вот здесь в какой-то рубрике галочку. Вы должны помнить о том, что у каждой статьи может быть только одна единственная рубрика. Вы можете выйти на часто используемые рубрики. То есть вот у вас рубрики созданы определенные, но чаще всего пользуются рубрики вот эти вот используются. Поэтому вы можете вот сюда зайти и сразу посмотреть, какие у вас самые часто используемые рубрики. Вы можете добавить новую рубрику. Появляется окно «Добавление рубрики». И здесь рубрика может быть родительской. То есть вы можете сделать рубрики и подрубрики. Выбрав здесь, как мы выбирали страницу, родительская страница и подродительская страница, точно так же мы здесь выбираем с вами рубрику, родительская рубрика и подродительская рубрика. Так. И таким образом пишем вот здесь название и добавляем вот в ножах на эту клавишу. Так мы работаем с рубриками. Вот это поле меток у нас с вами может быть каким. Вы можете кликнуть вот сюда и выбрать из часто используемых. Но в данном случае меток не найдено. Сейчас я вам покажу на другом блоге. Вот если я спущусь здесь, то посмотрите, вот выбрать из часто используемых меток. У меня здесь появляется большое количество меток. Чем больше вы пользуетесь метками, тем крупнее здесь буквы. Вот это вот все те метки, которые, например, у меня на рыжем моем блоге. Итак, заходим сюда. Вы можете добавить метку, обозначив ее вот здесь вот и сделать добавление этой метки. И последнее поле – это миниатюра записи. Мы о миниатюре записи уже с вами говорили. Мы просто ее задаем, эту миниатюру выбираем из медиафайлов. Это нам необходимо для того, чтобы у нас в подобных статьях, в таком плагине, подобные статьи, или если у вас как-то шаблон определенным образом настроен, чтобы у вас эта миниатюрка этой статьи отображалась на блоге. Итак, практически здесь все. По добавлению записи я больше ничего здесь рассказывать не буду. Можно посмотреть предыдущую запись по добавлению страницы. Они практически одинаковые. Вот у нас появляются две дополнительные опции. Подопции – это рубрики и метки. Давайте зайдем вот сюда и посмотрим внимательно, как же мы с вами можем добавить рубрику или метку. Сначала разберемся с рубриками. Что такое рубрика? Если мы представим наш с вами блок в виде какой-либо большой книги, которая разбита на определенные главы, то вот главами книги можно провести такой параллель. Будет у нас с вами рубрика. То есть вы собираете какую-то определенную главу, и в этой главе у вас собираются все записи, соответствующие именно названию этой главы. Давайте посмотрим, значит, как мы здесь можем сделать. Первое, что мы здесь делаем с вами, опять, как всегда, это настраиваем экран. В настройках экрана у нас описание, ярлык, записи. Больше мы здесь ничего не делаем. Вот у нас добавление рубрики проходит вот таким образом. То есть вот тот, такой, мы будем говорить, портативное, быстрое добавление рубрики мы провели буквально в добавлении новой записи. А вот здесь у нас очень четкая, конкретная, нужная, необходимая, будем говорить, работа по рубрикам. Вот посмотрите, добавлять здесь рубрику очень просто. То есть вы здесь даете название этой рубрики, вы даете ярлык. Вот если я покажу вам вот эту вот часть, то посмотрите, вот название рубрики, которое вы можете изменить, получить свойство, удалить или перейти. Вот это описание рубрики, оно будет потом, позже. А вот ярлык. Название рубрики вы можете дать на русском языке, ну, например, вот безопасность блога, да? Но ярлык должен быть только на английском языке. Почему? Вернее, на латинице. Почему? Потому что вот эта часть будет входить в ссылку, которая соответствует рубрике данного, данной рубрике блога. Поэтому вот эта часть должна быть у нас обязательно написана на латинице. Вот это название, этот ярлык, вот вы здесь его создаете. Здесь вы выбираете родительскую рубрику, а вот здесь вы делаете описание и добавляете новую рубрику. Вот посмотрите, на рыжем блоге у меня все рубрики сделаны с описанием. Рядом с каждой рубрикой показано количество статей, входящих вот в эту рубрику. Вот здесь, например, плагин WordPress 43 статьи, продвижение блога 15 статей, социальные сети 25 статей. То есть здесь как бы статистика ваша такая подбирается, то есть вы можете здесь посмотреть эту статистику. Зачем делается описание? Вот посмотрите, если я сейчас зайду вот сюда, и вот у меня здесь есть рубрики блога, то для моего посетителя это очень полезная функция описания. Посмотрите, человек решил посмотреть, что же такое рубрика инструмента у меня. И у меня сразу всплывает окно, о чем эта рубрика. Или, например, вот рубрика «Строим блог». Или, например, рубрика «Сео». Видите, какое большое описание здесь, даже с призывом. То есть что я, собственно говоря, хочу получить от людей, какие отзывы я хотела бы получить, чтобы попасть, создать определенную книгу вот по этой рубрике. То есть вот это описание, оно очень важно. Только имейте в виду следующее, что это описание возможно только тогда, когда вы устанавливаете в сайт бар виджет рубрики, которую вам предлагает WordPress. Если вы попытаетесь, например, установить сюда рубрики из произвольного меню, вот как мы с вами разбирали на начальных этапах, то отображаться вот этот всплывающим от меня информацией о вашей рубрике не будет. Будет отображаться только тогда, когда вы сюда установите виджет чисто WordPress-овский под названием рубрика. Давайте сейчас мы с вами зайдем в раздел «Виджеты» блога WordPress-овского и найдем этот виджет. Вот он, видите? Это конкретный виджет, соответствующий рубрикам данного блога. То есть вот именно в этом виджете будут появляться всплывающие подсказки. Итак, с рубриками мы с вами разобрались. Теперь переходим в метки. Метки тоже очень похожи у нас с вами на создание меток, очень похожи на рубрики. Но тут описание будет всплывать только тогда, когда мы с вами будем иметь определенный шаблон. Вот, например, тот шаблон, которым пользуюсь я, у него нет такой возможности, чтобы появилась всплывающая подсказка. Но здесь вы можете сделать описание исключительно для себя. То есть вы точно так же даете название своей метки, вы точно так же даете ярлык на латинице, вот они здесь, ярлыки, показаны. И вы даете описание. Но я здесь описание не делала. Я просто здесь давала вот эти вот метки. Посмотрите, опять же, каждая метка дает конкретное количество статей, которые у вас в этой метке, этой меткой объединены. Что такое метка, какую важную функцию она несет, вы увидите из видео, на которое я вам дам ссылочку. То есть сегодня мы разбираем только с вами конкретно технические вопросы. Как видите, здесь есть буквально вот такое же вот поле меток, которое у вас отображается тогда, когда вы пытаетесь посмотреть количество старые метки и выбрать старые метки вот из тех предложенных вам меток. Значит, здесь в настройках экрана мы можем с вами, видите, получить опять описание, ярлык записи и количество меток, отображенных здесь на страничке. То есть здесь все очень просто. Теперь посмотрите. Здесь точно так же, как у нас с вами и в рубриках, мы можем с вами получить, изменить рубрику, изменить метку. Вот видите, идет изменение метки. То есть здесь плюс еще идет настройки с плагина. То есть у вас вот такая вот часть будет только. Вы можете узнать свойства метки. Вот он сразу открывается, свойства метки. Здесь вы можете эти свойства метки обновить или отменить. Вы можете удалить метку и вы можете перейти на эту метку, на ваш блок. То есть вот сейчас мы с вами попадаем на страничку метки, на те статьи, которые собраны этой меткой. Вот всего две страницы, которые взяты меткой, собраны меткой под названием Facebook. Вот посмотрите, вот в латинице идет ярлык Facebook. И впереди показан PerfectStack. То есть это метка. Вот зачем мы с вами делаем ярлык на латинице, только для того, чтобы у нас была красивая, очень правильная ссылка. Ну что ж, вот, пожалуй, практически и вся информация по работе с записями на блоге платформы WordPress. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok